Шоу «Теперь и я босс» Ну идём к вам! Уже более 50 лучших предпринимателей нашей страны уступили своё директорское кресло новичкам Теперь я ваш босс А сами засучили рукава и прокачали их малый бизнес Оставили только название, всё! В новом сезоне создатели самых популярных брендов снова придут к тем, кому нужна помощь Чтобы вам помочь и готов с вами работать, если вы готовы меняться Выяснят, кто из них круче в «Теперь я босс» батл И, конечно, замаскируются и устроятся на низшую работу в уже полюбившемся «Теперь я босс» под прикрытием Может, у вас есть какая-то работа? Кассиром когда-то давно работал Я вообще в шоке! Выпуски на любой вкус в новом юбилейном сезоне «Теперь я босс» Я очень рада! Красота в глазах смотрящего и на глазах, и на лице Мы давно привыкли Косметика – неотъемлемая часть повседневного образа И речь не только о девушках Все больше мужчин в России применяют мирный камуфляж красоты и здоровья Четверть из них используют косметические средства для лица А 50% из них выбирают люкс-сегмент По результатам опросов, 48% россиян предпочли бы экологически чистую косметику Даже если она будет стоить дороже Популярность натуральной косметики для лица выросла в три раза в прошлом году Большинство россиянок покупает уходовую косметику раз в месяц И каждая вторая отдает предпочтение натуральной продукции Общий объем продаж российской косметики в 2021 году составил 132 миллиарда рублей Почти столько же геймеры в России, а в основном это мужчины, тратят на видеоигры Крупных производств, имеющих годовой оборот более 2 миллиардов рублей, в России менее 26 Более 95% компаний отрасли – малый и средний бизнес Знакомьтесь, Кристина Студелевская, сооснователь бренда «Краснополянская косметика» Одного из лидеров отрасли Всем привет! Привет! Привет, Жень! Как дела? Хорошо, хорошо Все началось с того, что я впечатлилась подобным продуктом Когда мне подарили наборчик, я увидела хендмейт продукции Я была поражена, что оказывается, можно самому вручную сделать что-то такое необычное И я начала экспериментировать И когда мы переехали из Москвы в Красную Поляну Я подумала, что этому региону как раз не хватает какого-то такого продукта, который бы олицетворял это место Уже 15 лет Кристина и ее семья занимаются производством натуральной косметики полного цикла Им пришлось оставить жизнь в Москве и переехать в Сочи, чтобы построить здесь ферму для выращивания растений и ингредиентов Мы начали свой бизнес с маловарения Все было из трав Красной Поляны, около 60 сортов А потом все стало превращаться в более серьезный бизнес Ну что, милый, как у нас дела? Я смотрю, как себя чувствуют микроорганизмы А, дай посмотреть Я этот бизнес построила не одна У меня есть шикарный партнер, и это мой супруг И что мы теперь будем с ними делать? Ну, это вот как раз эволюция линейки нашей из кактуса Класс, будет у нас ферментированная косметика? Да, да, уже совсем скоро Компания Кристины приерживается экологичного подхода в производстве Бережного отношения к природе и использует только натуральные компоненты Мы приняли решение, что все наше производство будет функционировать на солнечной энергии И мы будем первые в России, кто реализует этот амбициозный проект Территория Краснополянской косметики раскинулась на несколько гектаров плодородной земли Для производства натуральных средств Здесь выращивается коллекция растений, которой может позавидовать любой ботанический сад Например, это единственное в России место с плантацией алоэ вера Сегодня здесь произрастает более 35 видов растений Но кроме зеленых насаждений, тут есть и другие обитатели У нас все не просто так И птицы здесь выполняют свою роль важную Они помогают нам ухаживать за землей Щиплют травку и сразу же ее удобряют Поэтому это наши сотрудники также Дим, куда ты Сему опять понес? Слушай, да, валой надо, чтобы с жуками поработал, а то насекомых много стало Работник, молодец Принесем У нас работает около 130 сотрудников, но гусей и улиток мы не считаем Иначе мы будем самой крупной, по-моему, компанией в России с сотрудниками Улитки на производстве – самые ценные сотрудники Мы решили сделать линейку антиэйдж с секретом улитки Так как он славится своей эффективностью во всем мире И научились сами добывать муцин гуманным способом Если во всем мире убивают улиток, мы научились добывать муцин, устраивая улиткам спа-процедуры Смотри, что я придумал Что, наши улитки теперь будут слушать классическую музыку? Да Будет просто кайфовать? Мы проведем эксперимент, как изменится химический состав муцина Замечательный эксперимент, мне нравится А я не стараюсь быть каким-то руководителем, я просто вот живу свою жизнь, как есть Каждый год компания Кристина выпускает более миллиона единиц продукции Ее ассортимент уже превысил 300 наименований Оборот компании составляет 200 миллионов рублей в год А товары можно встретить более чем в 400 магазинах России и стран СНГ А каков наш второй герой Александр, основатель малого бизнеса, косметологического бренда Мацеста? История нашего бренда началась 10 лет назад У нас трое детей, атопики, аллергики С 32 с аптеки они не помогали Так у моей супруги появилась идея создать косметику, которая подошла бы в первую очередь детям После этого жена на кухне сварила свой первый крем и с этого началась история нашего кремопроизводства Как и семья Кристины, Александр с супругой тоже перебрался жить в Сочи, где основал свое дело, начав с производства детского крема Сейчас бренд Мацеста предлагает всю линейку уходовых средств для кожи лица Очень много людей не доверяют российскому качеству Из-за этого существует ряд трудностей, как донести до нашего потребителя Что российский производитель может делать качественный продукт и составить достойную конкуренцию европейскому рынку Маш, есть какие-то у тебя пожелания, просьбы? Вообще нам не хватает места Доказы некуда иногда ставить, коробки Существует ряд проблем Очень дорогая аренда в городе Сочи Попросту ее вообще нет Мне бы очень хотелось увеличить производственные мощности Закупить новое оборудование Большое количество тары Но на это не хватает оборотных средств Дорогой, я тут смотрю новую тару И вот нам прислали как раз уже макеты Лидером у нас является моя супруга Это вдохновитель всех идей Это автор всех рецептов Это человек, который вводит все новинки Надо просчитать полностью расходы Логистики, смотреть экономику И понять, насколько это будет рентабельно Это значит, да? Если ты будешь много улыбаться, то да Ценыш косметика состоит из натуральных продуктов Что влияет на короткий срок годности Это доставляет массу проблем При работе, при логистике, при хранении Получится ли у владелицы успешной фирмы решить проблемы малого бизнеса? А у Александра найти для себя лайфхаки прибыльного бизнеса? Мне очень давно хотелось познакомиться с краснополянской косметикой Мне бы хотелось посмотреть масштабы этого производства И это было бы классно Я знаю этот бренд И одинаковые проблемы у нас с ними Много общего на самом деле И как справляются они Это забавно, интересно Мы узнали, что все производители косметики Как и счастливые семьи похожи Самое время выяснить Чем же бизнес Александра несчастен? Подпишись на «Теперь я, босс», чтобы не пропустить Кристина уже на месте И ищет вход в свой новый офис Я бы не догадалась, что здесь вообще возможно производство Какие-то жилые дома, чебуречные Но вот производство очень интересно Где же оно здесь? Место локации бренда Оно должно как-то обозначаться какими-то вывесками все-таки Это же не подвал, в котором там что-то втихаря разливают А, вот, вижу, Мацеста Но как-то не ярко, не бросается в глаза Не хватает какой-то большой вот здесь вот вывески Мацеста Так, ну тут, видимо, охрана работает хорошо, не пройти Только, наверное, пролезть можно Вот меня смутил этот логотип Я не узнала его, что это Мацеста Мне метро напомнило почему-то Вот только черного цвета О, тут хотя бы логотип нас встречает Ой, тут рыбки Ну, хорошо, светло Мне сразу как-то показалось, что тесновато Больше похоже на офисное помещение, чем на производство Здравствуйте Здравствуйте Я Кристина, и теперь я ваш босс Очень рада вас видеть Меня зовут Ксения Очень приятно Я зовут директора нашего Александра То есть вы правая рука? Можно сказать и так В принципе, они немножко, наверное, сначала были напряжены Но мне кажется, напряжение быстро спало Когда они увидели, что я не зашла хмуро Я не топнула ногой и не начала фыркать Кристина не теряет времени даром И сразу после знакомства отправляется исследовать свой новый бизнес Ну, конечно, это проблема Проблема Это проблема явно в Сочи Потому что со складами сложности И тара с готовой продукцией, конечно, не должна в одном помещении храниться Просто не хватает места Это тоже неправильно Это все должно распределяться по разным складам Потому что тара, это должна храниться в стерильных условиях А готовая продукция, она уже не требует такой чистоты Ее можно отправлять в отдельный склад Они предложили надеть халаты Это правильно, это всегда должно быть Вот бахилы мне не предложили Это плохо, мне это не понравилось Так, теперь мы переоделись И готовы пройти на производство Здесь мы сразу в коридоре видим то, что не поместилось, видимо, на склад Я, конечно, немножко переживаю, видя эту картину Что ингредиенты у нас стоят в коридоре То есть нет отделения чистой производственной зоны А это важно очень для производства Там ничего такого, мне кажется, в данном случае Да, это, безусловно, коридор Но там не ходят посторонние люди Мы здесь ходим же в халатах По идее, если вы тут ходите в халатах Тут должна быть, отсюда должна начинаться чистая зона Куда люди не могут зайти не в халате Даже после того, как переобулись Нужно пройти через дезинфицирующие коврики Чтобы не занести в чистую зону Никаких бактерий, плесени и так далее Потому что случайно может что-то попасть в косметику И целая партия может испортиться, например Я в уличные обуви хожу, по коридору Мимо ингредиентов Ваш босс против Похоже, знакомство Кристины со своим новым предприятием Началось с выявления явных недостатков А каким станет первое впечатление Александра От компании большого босса? Горная дорога ведет его в Красную Поляну Местоположение Красная Поляна, я думаю, это одно из лучших мест Вот там свежий воздух, там прекрасные горы Смотрите, сколько солнечных батареек Мы, наверное, приехали Здравствуйте! Приветствую! Дима Александр Лиза Теперь я ваш босс Отлично Получается так Показывайте мои владения Я так понимаю, ты мой зам? Да Вот Ты прекрасная леди Я маркетинг-директор Руководитель маркетингового дела Дмитрий, вот у нас прекрасное здание А какое оно площади? Площадь здания 800 квадратных метров Два этажа? Да Мы его купили, оно наше или нет? Это здание построили мы И да, оно наше Мне понравилось много пространства Было очень комфортно В принципе, если бы Меня спросили, захотел бы ты здесь работать В доме, все бы сказал да У нас здание, ну и вообще Все производство полностью автономное К нам не подходит никаких сетей Мы работаем от солнечной электростанции И дизельной электростанции Сколько мы вложили именно в проект? Проект фермы, в целом, где мы сейчас находимся Со всеми инженерными системами Обошелся на данный момент уже порядка 250 миллионов рублей Не успел наш босс восхититься своим офисом Как внезапно здесь погас свет И что у нас со светом? Со светом это вот обратная сторона медали Автономности и солнечной энергии Производство не страдает? Производство привыкло к этому Иногда страдает, иногда нет Это наш путь, по которому мы идем осознанно достаточно Но мы же теряем деньги Я не думаю, что много теряем Потому что такое происходит достаточно редко Ничего страшного Мы зато делаем крутое дело Главная фишка всего этого предприятия Это, конечно, наша ферма Здесь мы выращиваем огромное количество растений Моллюсков Получаем с этого активные компоненты И используем в косметике А почему мы все-таки все это выращиваем? Нам не проще это все будет купить Купить проще и дешевле Но это все ради качества Я разделяю его взгляды Это правильно Пойдем познакомиться совсем поближе? Да, пойдем Первое впечатление он произвел положительное Хороший человек Живо интересовался всем Видно, что разгорается в отрасли И делает хорошее дело Давай посмотрим роддом для наших улиток Вот здесь они живут в уюте В специальном климате Теперь улитки, я ваш босс Улитки отреагировали очень интересно Головина повернулась И где-то одна третья помахала мелочкой Зачем мы выращиваем улиток? Улиток мы выращиваем для того, чтобы получать муцин Муцин – это секрет улитки То есть слизь, которую она вырабатывает Определенными железами Для того, чтобы защищать себя От патогенного воздействия вирусов, грибков Либо ранений каких-то Там содержится алантаин, гиалуроновая кислота Огромное количество витаминов И мы это все проверили на жидкостном хроматографе В лаборатории Это подтвердилось Муцин имеет полезные свойства Основное – это увлажнение Он очень хорошо борется с морщинами Стой здесь, я сейчас покажу еще один секретик Почему муцин получается таким хорошим Как тебе музыкальное сопровождение? Да здорово Я бы немножко захотел на 5 минут стать улиткой Ну, все так хотят, да Пока Александр знакомится с улитками Кристина знакомится с производственными мощностями малого бизнеса Здесь у нас происходит самое интересное и основное Здравствуйте Теперь я ваш босс Что вы тут делаете, рассказывайте Сейчас у нас идет приготовление крема Вот вы на вот этом вот миксере, да? Да, то есть сначала вручную миксером Потом вот на автоматический ставим Может быть, немного было непривычно ей Потому что у них же там, наверное, скорее всего большой объем А у нас это все, да, вручную и по чуть-чуть Ну, получается, вот этот у вас основной цех, да? Вот этот самый большой цех Производственная кухня, да, цех, да Ну, такое, маленькое, крафтовое Я, если честно, думала, что большое, побольше предприятие Они же тоже выросли из чего-то Я думаю, что ей все это знакомо И приезжая сюда, она прекрасно понимала, что предстоит увидеть А вот и главный секрет успеха компании Мацеста И гордость Александра Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Я Кристина, я ваш новый босс Очень приятно На ближайшие дни Я Елена, главный технолог и создатель бренда Мацеста Ой, а тут проблема Вот у вас чистая зона И, ну, вы в смену обуви А вы зашли в уличный? А, ну, да Зашла в уличный И девочки, да, я попрошу, они тут все приберут Но это проблема Ну, конечно, мне было дискомфортно, неприятно Как главный технолог, она должна быть примером для остальных Я думаю, у нее просто это по незнанию тоже По нехватке опыта А что это вот такое голубенькое? Какой-то цвет, как будто бы ненатуральный Это натуральная вообще косметика? Да, это натуральная Это вот мы используем Лана Блю Это получен из морских водорослей А, это цвет морской водоросли Да, это голубая водоросль Вот она как раз-таки окрашивает Мицеллярную голубую А это что за? Это мицеллярка, да? Да, мицеллярная вода Возможно, просто она не сталкивалась с такими экстрактами Я думаю, что голубыми То есть у вас вся косметика натуральная? Да, у нас косметика натуральная И химию мы агрессивно никакую не используем Если в косметику не добавить консерванты Естественно, она не будет храниться Она заплесневит В любом случае кладется консервант Но он именно натуральный А какой процент натурального сырья Вы используете в производстве вообще? Ну, вообще, это у нас идет Ну, вот 99,8% натурального сырья Я вообще не люблю вот эти вот голословные заявления 100% натуральные, 99% натуральные Это опять по незнанию Просто если сюда привести там, да, аудитор То ребята сами удивятся тому, что многое может быть и не подтверждено Так, с производством непонятно А где же у нас упаковочная? Стикировочная? Да, упаковочная у нас там Сейчас мы туда пройдем Ага Так, а что это такое? Я заметила у ребят потеки по стенам и на потолке Ой, это грандиозная история, честно сказать Нас затопило, причем дважды Прихожу я просто на работу И вхожу в какое-то просто болото, океан Все течет, все намочено У наших сотрудников дорогие компьютеры тоже пострадали Можно было взять ноутбук, а он продолжает струиться Ситуация очень неприятная Но каждый может в какой-то момент с чем-то подобным столкнуться Это простое производство Плюс время на устранение всех этих неполадок Повезло, что не попало на оборудование, которого и так немного здесь И оно особо ценное для них Ну, в итоге, если так посчитать, то ущерб на какую сумму был? Да я думаю, в районе 600-600 тысяч Да, наверное Первая мысль, которая мне пришла, когда я услышала эту историю Это была, а застрахован ли бизнес? И ребята ответили, что нет На самом деле, если бы ваш бизнес был застрахован от несчастных случаев, от происшествий подобного рода То страховая компания бы вам полностью этот ущерб возместила Например, в продукте «Защита 360 от Сбербанк Страхование» Вы самостоятельно можете рассчитать страховку, исходя из ваших рисков Мы живем в Сочи, у нас чего только нет То волны выходят из берегов, то смерчи приходят Можно застраховать своих сотрудников И даже обезопасить себя от претензий третьих лиц при эксплуатации недвижимости В эту услугу входит страхование внутренней и внешней отделки помещения Также имеющееся оборудование, движимое имущество И даже наличные денежные средства, хранящиеся в сейфе или в кассе Если с твоим бизнесом что-то произойдет, а у тебя есть страховка Тебе все компенсирует страховая компания, а не ты сам Как раз у нас скоро приходит новая дорогостоящая линия для производства И, конечно, будет замечательно, если она будет застрахована Лучше перестраховаться Пока Кристина осваивает производство, Александр попадает в царство улиток Дим, я так понимаю, что это наше стадо, правильно? Да, это основное стадо моллюсков 6 тонн, здесь их содержится А если по головам пересчитать, это... Примерно 600 тысяч штук Предлагаю сделать муцин сегодня и из него произвести какую-то продукцию Да это отличная идея Прежде чем собрать урожай муцина, улиток надо подготовить к процедуре Сейчас нужно первичную грязь с них смыть Я купал улиток в джакузи, это очень интересно Вот я сам-то в джакузи не купаюсь, а тут улиток купал После того, как улитку мы помыли, мы помещаем их в специальную капсулу 15 минут она поливается теплой водой, обработанной ультрафиолетом Еще надо сказать, что аппарат мы придумали нашими технологами и сейчас на него оформляется патент Мы готовили его в стране И как мы все-таки добываем самый ценный муцин? Ну метод контрастного душа мы так называем Ну я понимаю, что мне нравится быть боссом улиток, это очень интересно и прибыльно Дим, ну я думаю, что было бы намного проще это купить и добавить в нашу... Слушай, ну ты как производитель косметики знаешь, сколько стоит муцин настоящий на рынке? Килограмм 3 миллиона рублей Тут стало понятно, что действительно, чтобы сделать уникальный продукт, надо добывать муцин самому Настало время превратить добытый муцин в настоящий косметический продукт Но прежде нужно собрать дополнительные ингредиенты Ну что, добро пожаловать на наш склад Здесь хранятся все ингредиенты, куда начинается производство Здесь хороший склад, мне понравился В принципе, у нас все то же самое, просто мини Получается, здесь мы все собираем, все компоненты и... И по техкарте их взвешиваем, отмеряем, готовим с них косметику С Александром мы стали производить тоник на производстве Мы варили, варили тоник, косметку сварили Ммм, какая красота, как сахар Когда ты работаешь с натуральной косметикой, ты все хочешь попробовать на вкус Есть такое Дим, наконец-то все готово Наш чудо-горшочек справился Давайте посмотрим на этот прекрасный тоник Красивый цвет Да, цвет отличный Тоник готов Осталось его расфасовать и отправить на полки магазина А Александр подводит предварительный итог Дим, ну мы посмотрели производство Все чистенько, аккуратненько, красиво Не могу не спросить один вопрос Мощность нашего предприятия в месяц по количеству единиц? Сейчас мы в месяц производим порядка 50 тысяч единиц продукции разной Но в целом мощность позволяет и больше Это отличные обороты, но с таким оборудованием, с таким коллективом, с такими мощностями Я думаю, что мы можем в следующем месяце показать результат в два раза больше Слушай, ну давай попробуем Давай придерживаться нового графика и нового плана С удовольствием Производство готово сейчас выпустить в два раза больше продукции Здесь больше вопрос, как мы ее будем реализовать, продавать эту продукцию Я завтра хочу посмотреть розничные магазины Я хочу посмотреть продукты, как работает розница Очень важный аспект Слово босса закон Кристина ставит новым подчиненным четкие задачи Ну что, девчонки, я все посмотрела, увидела проблемные зоны, увидела много хорошего Самая основная и первая проблема, которая у нас есть, это зонирование И заходить на территорию производства нужно только в бахилах Я запрещаю нарушать эти правила Еще нам нужно убрать с коридора ингредиенты Увидимся завтра Я как мачеха у Золушки Переберем рожда за ночь Утро второго дня наш большой босс решает начать с посещения фирменного магазина торговой марки Мацеста Но что-то сразу идет не так Район хороший, в центре Сочи Но пока я магазина не вижу Куда мне идти? Ребята, вы не знаете, здесь магазин есть Мацеста? Да Есть? В общем, магазин внутри отеля Пойдем дальше искать Снаружи ни одной вывески магазина А вы не подскажете, магазин Мацеста, он вообще здесь где-то находится? Куда, да, справа? И нет никаких указателей и внутри отеля О боже, вот я пришла Здравствуйте У вас шары на входе, вы только открылись? Входная группа меня вообще не впечатлила Шары какие-то яркие И в этом был и фокус Мы это делали всегда, да, а-ля натюрель То есть скромно, мы натуральная косметика Когда ты делаешь что-то нестандартное и яркое, да, непривычное для бренда Обязательно на этом люди останавливают свой взгляд У нас сегодня клиентский день, у нас сегодня день рождения нашего магазина Нашего магазина исполняется год У нас скидки 50% на вот эту линейку серебряную Вы сейчас можете два крема приобрести по цене одного, что вам будет очень выгодно Если бренд часто прибегает к скидкам, то здесь два варианта Либо он искусственно завышает цену и ставит скидку Либо он действительно предоставляет скидку, но в этом случае он теряет свою прибыль и может нести убытки Почему такая большая скидка? У нее сразу возникла мысль, что наверняка здесь какой-то подвох Наверняка мы хотим избавиться от продуктов со сроком годности Может и вы тут остаточный срок годности небольшой? Можете убедиться в том, что у нас продукты абсолютно свежие, недавно произведены Да, до производства и срок здесь обозначен Но нет, товар был с отличным сроком годности Ну июль месяц, да, не такая она старая Интерьер магазина супер простой В общем, обычная как будто палатка Это не фирменный магазин бренда Вот это вообще кто сделал? Это же помадой все расписано Все верно И тут еще поцелуйчики, губы То есть это вот, знаете, как дома утром ты мужу оставляешь на зеркале послание с поцелуем Также мы проявляем свои какие-то эмоции для клиента Наш босс, да, компании Мацеста, он любит такие живые моменты Он забыл, что клиенты там женщины в основном, а не мужчины Я хочу полный уход Из самых лучших ваших продуктов, которые вот вы уверены, что они работают В магазине я специально выбрала пару средств для того, чтобы проверить, как они работают с клиентом Вы являетесь нашим постоянным клиентом? Если честно, нет Я вот впервые попала в ваш магазин Я ваш пост Замечательно Я предлагаю вам заполнить анкету И мы создадим вам нашу виртуальную карту лояльности Это крайне неудобно Можно собирать данные быстрее, чтобы это все сразу попадало в базу данных Как-то это прошлый век Использовать бумажки Мы такие лет пять назад использовали Обычно, когда заполняют рукой анкеты у людей разной почерки Его сложно интерпретировать и правильно перенести эти данные в электронный формат И могут быть ошибки Но все-таки еще же вы натуральный бренд натуральной косметики Бумагу надо поменьше использовать Но мы это обязательно учтем Надо подумать, оптимизировать эти процессы По аналитической этой базе мы можем как-то вычислить, кто наш клиент Как часто он приходит Целевая аудитория вообще Пол, возраст Я почему об этом спрашиваю? Потому что аналитика продаж Это очень важные данные, которые нам помогают делать наш бизнес прибыльным Да, согласна, так и есть Вообще нужно знать нашу целевую аудиторию Ее возраст, пол, поведение, интересы Потому что мы можем производить много косметики, которую будет некому покупать Так как вы являетесь клиентом Сбера В интернет-банке можно зайти и настроить аналитику под розничную торговлю Именно в вашей отрасли Через этот сервис мы можем легко анализировать пол, возраст наших клиентов Видеть их возвращаемость и изучать интересы На самом деле у нас есть что-то подобное, но занимает очень-очень много времени А здесь можно прямо онлайн увидеть? Да, в любое время можете открыть и получить все данные, которые вам нужны Анализировать нужно не только своего клиента, но и продажи Этот инструмент необходим, без него ты не можешь дальше развиваться Смотри, здесь есть классная фишка Здесь можно посмотреть показатели нашего магазина и показатели наших конкурентов Здорово! Действительно, я раньше никогда об этом не задумывалась А ведь это очень сильно влияет на работу в рознице Это очень важно И самое приятное, о чем я забыла сказать, что это решение, оно бесплатно для всех клиентов банка Вы знаете, Кристина, наша компания очень любит скидки и подарки Мы уже поняли Пока Кристина оценивает фирменный магазин малого бизнеса Александр наносит ответный визит в торговую точку Большого Босса Место крутое, находится рядом у подъемников, рядом кассы Много автобусов, основной трафик, который гуляет вдоль ресторанов Много еды рядом Аж захотелось есть Придется опять есть косметику Я вижу вывеску Она не такая яркая, как я хочу Я вижу входную группу Она была не украшена Деда Мороза пока не хватает, но я думаю, что мы его скоро поставим Здравствуйте, коллеги! Добро пожаловать в твой магазин Здравствуйте, Лиза Привет! Как настроение? Отличное Заходим в магазин, много пространства, все красиво Меня встречают красивые продавцы Ну опять же, вот смотрите, если я человек новый, захожу в магазин Мне непонятно, что это флагман Может, это можно как-то выделить? Как это сделать? Ну, у вас целый отдел? Ну, над этим вопросом мы работаем как консультанты Мы сразу ориентируем клиента, что вот это наш флагман А если у вас пришло там 10 человек, вы все заняты Кто это будет объяснять? Внезапно Александру приходит мысль Сразу же внедрить свое предложение Вот только где-то такое мы уже видели Девчонки, есть помада с собой? У меня есть Подойдет такой цвет? Ну конечно, красота Что пишем? Наш лидер Но это мы потом погромче сделаем Я конкретно с этим приемом не согласен Мне он, ну, противоречит Когда он завершит свою деятельность в нашей компании Мы первым делом сотру эту надпись Вот на мой взгляд, на первый взгляд Вот все красиво, все стильно Все выдержано, классно Но не хватает каких-то ярких пятен Так а разве это тренд, Александр? О чем наш бренд? Мы говорим с вами не про тренд Мы говорим с вами о том, чтобы магазин Он должен приносить прибыль прежде всего Я бы сделал много-много ярких ценников Потому что все ценники были одинаковые Я не нашел ни одного ценника, где была бы скидка В масс-маркете, да, там нужно везде кричать и много писать Мы все-таки больше про эстетику, про философию Мы же приходим в магазин, чтобы донести всю нашу прекрасную концепцию Зеленого натурального бренда Если мы здесь все увешаем неоновыми вывесками Насколько мы донесем нашу концепцию? Красота требует жертв Чтобы их избежать, команда обращается за помощью К самому непредвзятому судье Который голосует своим рублем Здравствуйте Я босс этой прекрасной команды Как вам наш магазин? Отлично, очень приятно Вот если в этот интерьер вписать плакаты Скидка, лидер продаж Я обращу внимания на плакат скидка И тут также покупатель согласился с моим мнением А сотрудники не согласились? И Дима не согласился с мной Тогда, Дмитрий, я предлагаю им вводить это все? Конечно Хорошо, да, сейчас Ваш отдел, допустим, я думаю, что надо сейчас отдать команду Чтобы они до конца дня разработали первые какие-то наброски Александр пытался донести мысли Чтобы сделать из нашего магазина такой супермаркет Где каждый ценник кричит Я лучший, я самый дешевый, купи меня Но меня такие приемы очень сильно раздражают Поэтому приемы, которыми он предлагал воспользоваться Мы не будем брать в работу Пока Александр наводит свои порядки в магазине Кристина проверяет, как соблюдаются ее порядки на производстве Что у нас с чистой зоной? С чистой зоной у нас все чисто Ага, правда Ингредиентом нашлось все-таки место Все-таки нашло место Все расчистили угол Все хорошо И где вы их пристроили? Это секрет даже для меня Пойдем найдем Они молодцы, прислушались к моему заданию И за ночь успели многое переделать Здесь халатики, шапочки и бахилы Молодцы На сегодня пойдет Утверждаю, принимаю Спасибо Компанию Мацеста, очевидно, ждет подъем Как справится производство с увеличивающимися объемами? Что вы тут поклейкой занимаетесь? Да И все вручную? Все? Ни одного аппарата поклеечного? Ни одного Да тут просто глаз-алмаз Клеить с двух сторон Это все аккуратно Да, это занимает очень много времени Шанса на ошибку нет Если ты неправильно поклеил, криво это все Нужно переклеивать Это брак Это брак, этикетка выбрасывается Да Если у них начнут расти объемы производства еще больше Они не справятся просто с заказами И в какой-то момент не смогут выполнять контракты В связи с этим мы стараемся переходить сейчас на тару С уже нанесенной информацией, с составом, с названием Но на это нужно просто очень много денег Александр, он не думал кредит взять? Вот мы, например, смогли солнечную станцию свою построить За счет как раз кредитных средств У нас на самом деле очень много кредитов И я даже не верю, что нам дадут еще кредит Ребята сомневаются, даст ли банк им еще один кредит Но на самом деле можно это легко посмотреть в интернет-банке И рассчитать свой кредитный потенциал в Сбере Девчонки, смотрите Открываем приложение Заполняем заявку Ждем буквально пару минут И вот результат Так легко? Да Этот расчет ни к чему не обязывает Его просто можно узнать на будущее Ну вот, теперь вы знаете, что нужно делать Если вам срочно понадобятся деньги на развитие Да, это полезный совет, спасибо Расчет актуален 30 дней с момента запроса Я принимаю решение начать с одной линейки Использовать тару, на которой уже будет готовая печать Это ускорит наше производство Мы сможем больше обрабатывать заказов И справляться с таким объемом Да, я полностью согласна Ксения, ты? Конечно Александр понимает, насколько в этом бизнесе все серьезно Когда узнает, что с компанией работает известная телеведущая и блогер Ирена Понарошку Ирена, привет Привет Что делаешь? Здравствуйте Познакомься, Александр Очень приятно, Александр Очень приятно Босс Здравствуйте Привет, босс Я, честно говоря, интроверт И мне, чтобы сблизиться с людьми Привыкнуть к ним Начать им доверять Нужно время И я только-только поняла Что мы действительно партнеры И близкие люди с Димой и Кристиной И тут вдруг появляется Какой-то Саша Какой-то босс Я была на стрессе Мы вот эту линию делаем с ребятами Из опунца, из кактуса Вот Я лицо этой линии И тут вот даже мое имя есть Бай Ирена Но Ирена не просто лицо Она принимала непосредственно Участие в разработке Преимущество продукта У которого есть узнаваемое лицо Намного больше, чем у продукта У которого этого нет Потому что человек Ну, вот, например, Ирена Понарошку Она много лет работала Над своим имиджем Над своей узнаваемостью И мы просто, ну, берем это И инвестируем в новый бренд Ирена, у меня к вам такой вопрос Я так понял, вы наш амбассадор Я не столько амбассадор Сколько партнер У нас был амбассадор Кое-какое время Мы работали вместе Ну, почему-то Это не дало тех ожиданий Которые мы хотели Дмитрий, ну, здесь мне тогда нужен твой совет Если, допустим, наша компания Захочет иметь такого же Ну, не знаю Крутого партнера, да? Что нам делать И где его искать? Нужно делать просто Классный продукт И я думаю, что все Как-то органически должно получиться И, кстати, вот Чем крутые ребята Они Когда-то практиковали Не просто закупку рекламы Под конкретный продукт Они просто приглашали меня на ферму И просили рассказать О ферме в целом Об их миссии Об их философии Мало кто из брендов Готов вкладываться В имиджевую рекламу Ну, может быть, у вас Еще есть друзья С кем мы тоже можем сотрудничать Может, у тебя подружка есть? Или сестра Но мы тоже, на самом деле, не знаем У кого реклама выстрелит У кого не выстрелит Это всегда русская рулетка Вот чего Я, кстати говоря, забыла сказать Чего хочу Вот у нас Нам надо забрендировать Зеркала в магазинах Чтобы люди делали селфи А там была надпись Я где-то идею уже слышал Он ее реализовал уже А, да? Серьезно? Давай пять Все Классно Второй день получился Насыщенным для обоих боссов Погружение в новый бизнес Идет полным ходом Ну что, вот и подошел к концу Наш рабочий день И сформировались новые задания Для вас, которые нужно выполнить Самое первое, что нужно сделать Это разобраться с магазином Очень сложно его найти Нужно продумать навигацию Сразу от входа в отель И далее, чтобы в холле было понятно Как найти наш магазин Ну и раз мы с вами придумали Такую гениальную идею Первое, что нужно сделать Разработать ассортимент Что будет входить в нашу сочную Горячую линейку И разработать рецептуры Также мы должны подобрать Удобную тару И разработать дизайн Приступим Приступаем Раз И я жду от вас ключи Пожалуйста Хорошо, буду беречь Жду вас завтра До встречи До встречи Я забрала у них ключи И завтра их ожидает Что-то интересное и новое В третий день Александр приходит Не с пустыми руками Всем привет Привет, привет, Александр О, привет Наш третий заключительный день Ребят, на самом деле Сегодня я пришел еще и с идеей Класс, давай Я давал задание своим девочкам И за этот короткий срок Мы подготовили новый классный продукт Для вас Мы разработали дорожный набор Соответственно, мы живем с вами В курортном городе Сюда люди приезжают налегке И многие, опять же, не хотят Тратить какие-то большие суммы денег Чтобы просто попробовать И не всегда в магазине можно понять эффект Мы предлагаем взять топ-5 средств И разместить вот в такие небольшие Наборы миниатюр Да, наборы миниатюр Но ваши прям топ-5 Вы должны просто влюбить в свой продукт Вашего будущего клиента Он это купит Он вредит домой И спокойно все попробует Это такой пробничек по себестоимости, да, получит? Да Классная идея Да Крутая Прям вообще Мы теперь команды, ребят В нем кулаки И так, так, так Мы все это делали Завершились эксперименты наших боссов В новых компаниях И время взглянуть на сделанное С высоты прошедших дней Дорогие коллеги Друзья Подошел к концу третий день Я хотел бы сказать вам спасибо Замечательное предприятие Замечательные люди Я получил очень много эмоций Я получил офигенный заряд Понравилось варить? Да, конечно Я теперь буду приходить на наше производство И обязательно буду заниматься варкой Самое главное, чтобы это было от души От твоего чистого сердца И тебе это было действительно интересно Ребят, ну на самом деле, да Три дня быстро пролетели Настало время мне возвращаться к себе в команду Желаю вам удачи Давайте обниматься Спасибо Приходите на тарангости Ура Девушки в волнительном ожидании Что приготовила для них Кристина? Что? Будем заходить? Конечно Да, пошли Не пуха Заходим в офис Рыбы на месте, слава богу Восьмой склад Свет не горит Интрига, девочки Кристина Кристина, добрый Да, стойте Добрый день Я тут всю ночь пьячила И, как вы видите, что-то нафиячила Да, стойте пьячила Что вы тут наворотили, Кристина Ну вот, мы с вами обсуждали чистую зону Теперь в чистую зону, как вы понимаете, без халатов, шапочек и бахил нельзя Так что мы переодеваемся и проходим Теперь на производстве необходимо соблюдать санитарные нормы И можно быть спокойным за безопасность косметики И она не испортится Хоть пошел Давайте, мои хорошие Добро пожаловать Что там, мне кажется, изменилось? То, что я увидела, для меня было, конечно, шоком Так Ой-ой-ой, там что-то стоит большое О-о-о-о, господи Ой-ой-ой, там что-то большое Что это такое? Что это такое? Кирилл, вам как главному технологу поручаем дело посмотреть, что это такое Давайте дёрнем Шайтан, ваааа, о-о-о! Давайте Ваа-ааа! Наташа, блин, вы все! Попробуй скажи потом, что ты не вставаешь Блин, как круто! Шахшин, спасибо! Я как бы аж растерялась, мне кажется. Я не ожидала даже таких эмоций. Но позже я присоединилась к ним и радовалась вместе с ними. Как будто я получила такой подарок. Шайтан-машина. Теперь у вас есть супер-шайтан-машина. На шмурожке. На которой вы можете варить любые косметические массы, в том числе шампунь, недели которых у вас как раз мало. Он на 120 литров. Вы можете делать большой объемчик. Вот это объемчики, да? Заглядывают. Сколько крема туда влезет, пушечки? Девочки. Кристина, вы это не заберете. Вы что не заберете? Оно наше? Нет, это ваше. Оно точно наше? Это точно ваше. На нем логотип Красной Поляны. Он точно наш? Это точно ваш. Для них это большой производственный аппарат. Для нас он уже маленький. Первый это был шок. Я не верила, что так может быть. А тут оборудование, которое мы просто мечтали о котором. Кристина, можно спросить, а сколько это стоит оборудование? Ну, он стоит приблизительно полтора миллиона. Обалдеть. Кристина, вы просто волшебница какая-то. Мы долго стояли, думали, что это макет. Это нарисовано. Это какая-то фигня. Сейчас ее подержали и увезут ночью. Поиграли с нами и все на этом. И девочки, еще кое-что. Еще? Куда? Кое-что, бесценно. Новый год что ли уже? Как вы думаете, что это? Муцин? Это муцин наших улиток. Офигеть. 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 Мне понравилось, сколько им доставляет радости. Такие обычные для нас уже вещи. Для них это что-то такое масштабное. Ну а сейчас мне пора возвращаться к себе на производство. Я очень переживаю, все ли там в порядке, пока я занималась. Фиячила тут у вас. Вы уже обнимались. Еще раз обнимаюсь. Спасибо вам. Спасибо большое. Девчонки, ну все, теперь как заработаем. Ну вот я как раз почувствовала вот этот вот командный дух, радость общую, такую любовь. Ну класс. Кристина возвращается в свое королевство красоты. Что же ее ждет? Мне прям не терпится узнать, что здесь происходило без меня. Мне вот эта понравилась идея. Типа как трэбл-докорь сделать. Любовью и сочи. Да, да, да. На Буро мне понравилась классная идея. Я думаю, что мы ее реализуем даже. Была-то, конечно, там трешовая история. Ну на мой взгляд, когда мы пришли в магазин, там была где-то и справедливая критика. Вход не выделен и так далее. Ну здесь я с ним согласен. Он сказал, что товар плохо выделен, да, его не видно, но все как бы слишком красиво, однотонно и так далее. И не хватает красных и желтых ценников. А ты откуда знаешь? Видела где-то такие ценики классные? Он случайно нам на зеркале ничего не написал? Да, он моей помадой прекрасный. Ярких ценников красных, желтых и слова, скидки, скидки, скидки и проценты, проценты у нас в магазинах точно не будет. А как вам Александр вообще? Понравился, нет? Как он как человек? Интересно. Как босс. Как босс. Ну, видно было, что ему было немного волнительно, да. Ну, все незнакомые люди. Да, было очень приятно с ним взаимодействовать и рад знакомству. Ну что, мне пора ехать, знакомиться с Александром. Александр спускается с гор, прихватив с собой секреты. Как его встретят в родной компании. О, логотип оставили. Рыбки живые. Дом родной. Ну, идем домой. Я зашел в офис, смотрю, что все на месте. Я уже обрадовался. Девчонки сидят. Вдвойне обрадовался, что их тоже не поменяли. Очень крутой. Вот и наш парень. Здравствуйте. О, ничего. Александр, привет. Как давно мы вас ждали. Как вы? Ну как? Учили вас без меня? Ой, мы скучали, правда. Очень-очень. Я как соскучился. А ты ничего дальше не замечаешь? О, шторхи. Да, это теперь у нас чистая зона. То есть туда без халата, шапочек, без бахил нельзя заходить. Как ты думаешь, что это такое? С улитками что-то? Да. Это муцин улитки. Так я из него тоник варил. И мне кажется, что это хватит нам лет так на пять. На пять? Да. А, это прям чистый. Красота. Это тот самый муцин, который я сам своими руками добывал, охлаждал, упал своих друзей в ракушках. Вот. И теперь он у меня на столе. Это круто. Спасибо, я вчера. Еще у нас есть самый главный сюрприз для тебя. Я готов. Пойдем. Заходи. Та-дам! Вот это да. Лена мне закрыла глаза, открыли двери, и я увидел чудо-котелок. У нас было мини-чудо. А теперь у нас есть большой котелок. И Дед Мороз со Снегурочкой. Молодцы, я поверил в Новый год и в чудеса. Поздравляйте! 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 У-у-у! Как тебе нравится? Это не Мороз. Он настоящий. Это наш? Это наш. Вы представляете? Это класс. Ура! Это новый-новый лицо к нашему. Александру и Кристине наверняка есть, что обсудить после трех дней упорных трудов на предприятиях друг друга. Здравствуйте. 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 Я Кристина. Я Александр. Елена. Очень приятно. Какой сюрприз классный. Полевых цветов я не нашел, хотя все поля обнижался. Шикарный, шикарный букет роз. Мне очень нравится этот цвет. Мне кажется, Александр немножко волновался. Ведь он со временем слышал что-то про Кристину, никогда ее не видел. Прикольно, что Дима, Кристина семья. Мы с Леной семья. Они вдвоем занимаются бизнесом и управляют. Мы с Еленой также вместе управляем. Прикольно, что мы из одного города. И прикольно, что мы занимаемся натуральной косметикой. У нас очень много в общем. Ну, спустя столько лет нашего огромного желания с вами познакомиться, мы наконец-то познакомились. Спасибо, что вы нас пригласили, доверились нам, открылись, все показали, приняли. Мы тоже это все ценим. Это такой необычный новый опыт, который заполнится на всю жизнь. Но я думаю, это начало большой дружбы. Да, согласен. Спасибо, Нина. Спасибо, Кристина. Я очень рад. Спасибо, Пятница. Спасибо, Пятница. Спасибо, Пятница.